Всем привет, с вами я, Головка от хуя, и это вступление лучший образец смешной шутки высокого юмора. Если вы пришли на мой канал за смешными шутками, хорошей картинкой и качественным цветом, то закрывайте это видео. Тем, кто остался, скажу. Я пишу видео спонтанно, потому что моя задница сгорела. Моя задница полыхнула так, что разложилась на нейтрины и фотоны. У меня бомбит пердак. Я даже не стал какой-то ракурс выбирать, как видите, у меня прекрасный леопардовый диван вместо хромакея. Хромакея для лохов, леопард для реальных пацанов. Раунд! Так вот, с чего у меня сгорела жопа и почему я записываю этот видео высерываю и кладаю его на свой канал. Яндекс. Прекрасная компания, которую мы все любим, обожаемая всеми нами. Яндекс.Еда, Яндекс.Карты, Яндекс.Почта, Яндекс.Такси, Яндекс.Соси. Почему у меня бомбит с Яндекса? Ну, блять, ребята, камон. Давайте я разложу просто по полкам, от чего у меня полыхнула жопа. Как видите, рядом со мной мой стационарный компьютер, на котором перестанавливается операционная система. Есть такая софтина, называется Driver Hub. Это менеджер для управления драйверами на вашем Windows ПК. Он позволяет скачать драйверы и сразу их пачкой поставить. Он бесплатен, но при установке самого менеджера драйверов вы видите рекламу Оперы, Атома и, прости господи, World of Tanks. Не ставьте танчики, потому что вас мама выгонит из дома или сдаст врачам на опыты. Казалось бы, окей. Ну, реклама есть реклама. Но дело в том, что когда вы впервые попользуетесь этим установщиком драйверов, то вы схватите такую заразу, как Яндекс.Браузер, который поставится на ваш комп без всякого спроса. Решить эту проблему, конечно, можно. Вы сканируете свой компьютер на наличие обновлений драйверов, переключаетесь в режим эксперта и вот он, сука. Вот он сидит прямо под галкой, видите? Снимаем эту галку и Яндекс отправляется сосать жопу. И здесь у меня назревают два вопроса. Первый вопрос, конечно, к разработчикам драйверхаб. Ребята, я все понимаю, ваш софт полностью бесплатен, мы пользуемся вашим продуктом на халяву. И, само собой, вы как-то должны зарабатывать деньги, содержать какие-то сервера свои, разрабатывать обновления для своей программы. Окей, я понимаю. Но при установке самой программы мы видим три рекламных баннера с тремя разными программами от разных производителей. Ладно, окей, Opera. Это не самый зашкварный браузер. Atom это вообще хуй знает, что это такое. Ну, а танчики... С танчиками все понятно, в принципе. Если у вас на компе стоят танчики, то у вас синдром Дауна. Но, как по мне, наличие на компьютере Яндекс.Браузера переводит пользователя этого компьютера даже не в категорию больных с синдромом Дауна, а просто в категорию аноцефалов. Ребят, это неправильно как-то. Вы даже никаким образом не сообщаете пользователю о том, что это говно будет поставлено на его ПК. Оно просто ставится и все. То есть, пока ты не переключишься в режим эксперта, это говно будет установлено в автоматическом режиме с остальными драйверами. Это неправильно я считаю. Это какой-то крысиный поступок. Сучий. Как правило, я встречаю этот зашкварный софт на компах разных пенсионеров. Меня часто вызывают ремонтировать компы, ноутбуки. И у каждого человека, который не шарит в этой теме, допустим, это какая-то домохозяйка, стоит ебучий Яндекс.Браузер. Прямо как в нулевых ебучий Яндекс.Бар такой существовал, вы его качаете. У винды тех времен не было какой-то защиты учетной записи, как сейчас в Windows 10 UAC. И в один прекрасный момент вы, как моряк, который пользуется услугами дешевых проституток, подхватит эту заразу. Так и с Яндекс.Браузером на данный момент. Второй вопрос у меня, собственно, к Яндексу. Ребята, я понимаю, что вы хотите как-то проталкивать свой продукт, но, блядь, протолкните нахуй уже голопередол свою глотку и прекратите себя так вести. Все мы знаем, что Яндекс это као. Као, он в первую очередь не из-за качества своих продуктов, а из-за крайне, блядь, навязчивой рекламы. Я уже все сказал про Яндекс.Браузер. Ваши ебучие баннеры с рекламой Яндекс.Браузера, вот этих вот стринг, натянутых на волейбольный мяч, оно умудряется пролезть даже сквозь от блок. Особенно это бесит на сайтах с каким-то ПО, с какими-то файлообменниками. То есть вместо кнопки загрузи, где она должна была бы стоять, стоит реклама с ебучим Яндекс.Браузером и кнопкой загрузи. То есть вместо архива с ебучимися конями, которые ты искал их и собирался скачать, ты скачиваешь ебучий Яндекс.Браузер. У вас куча, блядь, зашкварных продуктов. Давайте зайдем на Пикабу, вобьем в поисковик Яндекс.Такси и увидим кучу, блядь, массу негативных отзывов о вашем такси. Такое впечатление, будто вы даете аккредитацию любому хачу, которого есть прогнившая насквозь Лада Гранта. Даете ему эти наклейки, приложения, и вы будете доить этого хача, как курицу с золотыми яйцами, вытряхивать золотые яйца из этой курицы, пока курица не сдохнет. То есть пока Лада Гранта не развалится нахуй на ходу. Касаемо остальных продуктов. Яндекс.Танция. Это не самый плохой голосовой ассистент. По-любому он дает в рот даже гугл-ассистенту. Он как-то человечнее работает. Да, это реально успешный продукт. Да, вы засылаете эту ебаную Яндекс.Танцию каждому хуесосу, который на ютубе собрал 100 подписчиков. Окей, хорошо, это понятно. Яндекс.Телефон. На момент выхода вы начали продавать его за 18, сука, штук. 18 штук не может стоить ебухий китайский телефон. За 18 штук пользователь покупал уебищный телефон уровня третьего эшелона типа УКИТЭЛЯ. То есть здесь понятно. Вы заказали партию ебухих дешевых телефонов, которые были маркированы Яндекс.Телефоном у какого-то ОДМ-производителя. Их там наклепали школьники в каких-то шенженских подвалах. И вы выбросили это на рынок по бешеной цене с надеждой на то, что вас купят ценители отечественного производителя. Нет, это нихуя не так. Нормальный человек, который шарит в телефонах, купит за эти деньги какой-нибудь топовый, блядь, к Xiaomi. Топовый Xiaomi типа Пока можно было бы взять 3 за 15. Своё говно вы продавали за 18. Благо, что вы спустя какое-то время поняли, что вы обосрались и стали продавать это говно за 8. Но хайп-трейн ушёл и телефон провалился. Зачем было так с самого начала поступать? Понимаете? В чём ваша политика? Вы, выпуская это уебище на рынок, вы, скорее всего, ориентировались на какого-то потребителя, который будет скупать вот эту вот фигню из чувства лояльности к отечественному производителям. Но вы забываете о том факте, что лояльный к отечественному производителю человек на своём уёбищном заводе получает максимум 15 тысяч. Ему проще купить самый дешёвый Xiaomi. Всё равно типично потребителям вашей техники не интересует ничего, кроме поставить классы в одноклассниках, полистать новости про Украину и написать комментарии о том, что Дональд Трамп это чмо. Всё. Ваши телефоны нормальным людям, которые шарят техники, нахуй не уперлись. То есть молодёжи, типа меня, а я ещё вроде бы как молодёжь, такой телефон нахуй бы не понадобился. Там нихуя интересного. Это рядовой китайский телефон, типа УКТЛ какого-нибудь, или БКЮ, или Тексета, с откровенно слабой начинкой, откровенно дёшево выглядящий. Он на ощупь пластиковый, пластиковый дерьмовый телефон. Там даже никакой фирменной такой оболочки-то не было, по сути это своей. Вы поленились даже это сделать, хотя у вас когда-то было решение, которое называлось Яндекс.Шелл, которое вы продавали, с дешёвыми китайскими планшетами Тексет. Да, эта история стара как мир. То есть больше всего бесит ваша претенциозность. Вы не пытаетесь делать продукт качественнее. Вы пытаетесь его навязать. Навязать, и за это вас начинают просто люто, бешено, блять, ненавидеть нормальные люди, которым вы впихиваете этот ебучий Яндекс.Браузер, ебучую эту Алису. Я не хочу пользоваться вашими сервисами, и мне ваша Алиса на телефоне нахуй не нужна. Если я поставлю хоть один из ваших сервисов на свой телефон, то я зашкварюсь. Скорее всего, на всю жизнь. Как я понимаю, с Майкрософт у вас тоже какие-то договоренности, потому что когда я ставлю десятую винду на свой комп, каким-то странным чудом у меня на компьютере появляется приложение Яндекс.Музыка. Яндекс.Музыка нахуй никому не нужна, тем более платно, тем более на Андроиде, потому что под Андроид есть взломанное приложение Яндекс.Музыки, которое на шару позволяет получить доступ ко всей библиотеке. Ой, вам в жопу не подписка, собаки ебучие. Я уже устал об этом говорить. Ебучий рекламный кринж просто, блять. У вас куча сервисов и товаров, но мало какие из них вылезаны и доведены до ума. Я просто молчу о том, что вы подконтрольны российским спецслужбам, и на заявление от них вы можете удалить любой материал из поисковой выдачи. Это очень зашкварная хуйня, мне кажется. То есть бесит именно вот это вот ваша, блять, навязчивость. Везде вы существуете, сука, везде вы любым способом пытаетесь пролезть на мое устройство. Слава отблоку, что большую часть этой хуйни он просто не пропускает. Если вы не отблок, то, боюсь, я заебался бы уже выщищать все ебухие Яндекс.Браузеры, Яндекс.Бары и прощу вашу нахуй никому не нужную продукцию со своего компьютера. Ваша продукция нужна только людям, которые нечаянно эту хуйню поставят. Ваш Яндекс.Браузер, который по сути тот же Google Chrome, ну, по крайней мере, он на Хроме основан, потому что у Хрома открытый исходный код, и сейчас любой школьник может сделать на этой базе свой браузер. Так и с телефоном. Вы под видом отечественного производителя. Вы даете телефон, собранный в Китае, который работает на американской операционной системе. Что Яндекс? Не продашь, не наебешь, да? На этом я буду заканчивать это токсичное и безумно злое видео. Подписывайтесь, если хотите, следите за каналом. Я буду рад подписке. Ставьте свои лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, ну или не оставляйте комментарии. У меня есть очень красивая футболочка, если вы не заметили. Здесь Иисус. Смотрите, какой классный.